Детские рассказы и познавательные книги «Мировая и русская классика» – специальная литература для посетителей Славянской городской библиотеки. Книга найдется на любой вкус. С 10 февраля здесь стартует ежегодная традиционная акция «Неделя новой книги», на которой читатели смогут познакомиться с ассортиментом изданий, недавно поступивших в фонд библиотеки. Наши корреспонденты побывали в городской библиотеке и узнали, какие книги будут представлены посетителям. Почти 101 тысяча книг – таков фонд Славянской центральной городской библиотеки. Не так давно при поддержке администрации Славянского городского поселения архив пополнился на более чем тысячу экземпляров. Новые издания появились в отделе детской литературы. Это интересные и познавательные книги о приключениях любимых мультгероев, детские детективы, книжки-инструкции для юных экспериментаторов. Здесь есть, что почитать самым любознательным ребятам до 14 лет. Появились даже книги с олимпийской тематикой. Замечательная книга «Первые знания с олимпийскими талисманами». Эта книга интересна именно для дошкольного возраста, для детей-дошкольников. Они могут познакомиться с цветами, с формой, с цифрами, календарем в такой замечательной музыкальной форме. Просто нужно нажать на кнопочку и прослушать текст. Художественная и отраслевая литература. Всего более 330 книг ждут юных славянцев в городской библиотеке. Почти 340 книг поступило в отдел для взрослых читателей. Любители интеллектуального чтения будут рады новым романам Улицкой, Рубинной, Дашковой и многих других авторов. Среди новых книг также детективы Изнера, Акунина, Марта. Широко представлена литература о Кубане, истории и природе родного края. Уникальные издания известных философов, кинорежиссеров и сатириков. Мы получили новые книги и новых авторов. Михаила Задоранова, например, у нас не было вообще книг. А Фаине Раневской была всего лишь одна книга старых годов издания. А это вот новые книги, тем более книга афоризмов и цитат. То есть много новых ценных книг, много новой информации. Остальные книги, приобретенные в фонд Центральной городской библиотеки, переданы в филиалы в поселке Кубрис и по улице Школьной, 81. С 10 по 16 февраля в здании библиотеки по улице Красной состоится традиционная акция «Неделя новой книги», где все новинки будут представлены славянскому читателю. Знакомиться с книгами можно будет как в читальном зале библиотеки, так и взяв понравившееся издание на дом. Приходите на «Неделю новой книги», ведь именно здесь можно будет окунуться в прекрасный, увлекательный мир литературы. Продолжение следует...